Привет, друзья! Я тут давеча подумал, что очень здорово быть геймером. Уже много лет лучшие инженеры планеты постоянно думают о том, как бы порадовать любителей компьютерных игр. Уж очень склонны любители компьютерных игр щедро заносить деньги. И для них стараются. И если у вас есть достаточное количество шуршащих бумажек, то вы без особого труда выберете себе абсолютно прекрасную модель. Та же история с дизайнерами. Дизайнеры, если они пристроены, если они знают свое дело, обычно зарабатывают достаточно крепко. А картинки весьма и весьма придирчивые. Соответственно, для них тоже стараются. Есть дизайнерские мониторы, которые настолько четкие и яркие и сочные, любые эпитеты подбирайте, что можно разглядеть каждый прыщик на теле у слона. И не только прыщик, и не только у слона. А вот с людьми, которые сидят в офисах и смотрят в экран по 8, 9, 10 часов в день, все не так однозначно. И все как-то думают, что раз офисный работник, то что там стараться-то просто, пусть берет себе что-нибудь простенькое, дешевенькое и пырится в экран. Но дело в том, что многие офисные работники зарабатывают, скажем так, побольше геймеров и даже дизайнеров. И убивать свои глаза постоянным смотрением в экран они как-то не склонны. Но в течение долгого времени ничего толкового для офисных людей не выходило. Сегодня я расскажу вам о совершенно новом мониторе, который именуется Lenovo ThinkVision T27HV20. Название у него, конечно, музыкальное, но сделан этот монитор с глубоким пониманием и с большим уважением к работе, которую принято называть офисной. Более того, как показало мое изучение этого монитора в течение нескольких недель, он по своим возможностям выходит далеко за офисные пределы и может пригодиться в совершенно нетипичных для офисных мониторов задачах. Меньше слов, больше дела. Поехали. Корни линейки ThinkVision следует, разумеется, искать в IBM ThinkPad. Именно в IBM их в свое время придумали для того, чтобы подключать к легендарным рабочим ноутбукам ThinkPad, если площади ноутбучного экранчика по каким-то причинам не хватает. Воды с тех пор утекло очень много, но характерный дизайн, вот эти рубленые линии, темный пластик и, разумеется, старый добрый логотип, все осталось на месте. Вот с первого взгляда понятно, что это монитор непростой, что это необычная какая-то там замыленная шляпа, а это монитор какой надо, монитор. Наверное, главное изменение, которое заметно для ценителей линейки ThinkVision, это уменьшившиеся боковые рамки. То есть сверху и снизу еще осталось прилично, а по бокам они стали практически незаметными. Это сделано в том числе и для того, чтобы подключать сразу несколько мониторов и объединять их в общий рабочий стул. И это не только удобно, но и полезно, но о том, как это сделать, мы поговорим чуть ниже. Для ценителей ThinkVision и ThinkPad в основании монитора, вот в его подставке, встроена специальная ниша с оторочкой красной резинкой. Эта ниша предназначена для того, чтобы устанавливать на нее смартфон во время подзарядки, чтобы он стоял красиво и не наклонялся слишком, чтобы на нем можно было разглядывать всякое. Но даже когда ниша пустует, она сразу дает понять, что это вот тот самый дизайн, тот самый классический дизайн, который за последние 20 лет ничуть не поскучнил. Диагональ экрана монитора составляет 27 дюймов, а разрешение 2560 на 1440 точек. Это несколько больше среднего, потому что обычно в офисной модели при такой диагонали ставят матрицу с разрешением Full HD. В принципе, в принципе, этого тоже было бы достаточно. Но надо понимать, что Windows 10, как положено в современной операционной системе, умеет использовать эту дополнительную плотность пикселей для создания более четкой картинки без уменьшения шрифтов, иконок и всего прочего. То есть, картинка просто лучше от того, что пикселей больше. Соответственно, критиковать мы Lenovo за это улучшение уж точно не будем. Матрица стоит IPS, причем не просто IPS, IPS, а какая надо IPS. Это прекрасные углы обзора, это очень хорошие цвета. Понимаете, я не могу вам это передать через ролик, но если вы увидите этот монитор в магазине рядом с другими IPS-мониторами, тем более теми, которые якобы офисные, вы поймете, о чем я говорю. Возможности этой IPS-матрицы выходят далеко за требования, которые обычно предъявляются к офисным моделям. Это хорошая матрица, на которую можно не только в Word смотреть, но и неплохо дизайнить. Я все эти недели на этом мониторе, я не мог прерваться, разумеется, для того, чтобы не делать ту работу, к которой я привык. Поэтому я и монтировал видео, я обрабатывал фотографии, получал большое удовольствие. Потому что мало того, что очень красиво, так оно, понимаете, еще и для глаз приятно. То есть я мог просидеть целый день с 9 утра до 10-11 вечера, глаза чувствуют себя великолепно. Такое бывает только на очень хороших матрицах. Меню у монитора максимально очеловечено. Все важные кнопки выведены прямо на лицевую панель. Соответственно, не надо там нигде колупаться снизу, сбоку, сзади, для того, чтобы совершить важное действие максимально быстро. Сбоку, справа боку, расположен только регулятор громкости. И это тоже хорошо, потому что кнопки громкости никогда не будут перепутаны с другими кнопками управления. И, соответственно, если вы хотите именно громкость подкрутить, вы сразу попадете куда следует. Кстати, если нажимать аппаратные кнопки на мониторе совсем уж лень, можно поставить приложение Lenovo Display Control Center. Оно полностью перехватывает все управление монитором. Я не буду утверждать, что это какая-то уж совсем уникальная на рынке функция, но я такого раньше просто не видел, когда софтина полностью заменяет собой управление меню кнопочками на самом монике. Не видел такого. И, кстати, количество настроек приятно удивляет, потому что даже вот, что касается настроек картинки, там есть много пресетов, там можно подстраивать RGB по каналам, есть даже режим sRGB, который полезен дизайнерам, заморачивающимся на тему того, чтобы результат их трудов одинаково выглядел на максимальном количестве устройств. Вот вы спросите, зачем это нужно на офисном мониторе? Я уже начинаю сомневаться, что этот монитор офисный. И я уже сомневаюсь довольно давно. Да, несомненно, он предназначен для работы, но умеет он гораздо-гораздо больше. Поверх экрана ThinkVision T27HV20 расположена веб-камера с разрешением Full HD. Я помню, как по весне многие носились по магазинам, по реальным и виртуальным, в поисках подходящей веб-камеры. И вариантов-то было немного, потому что вроде бы продается много всего, но на самом деле большинство из продаваемого – это полное фуфло, как по качеству картинки, так и по удобству размещения на мониторе. Потому что, конечно, удобнее всего, когда оно стоит прямо вот поверх экрана, по центру, прямо как положено. А сбоку, снизу – это вот уже вообще не тот вариант. Здесь всё сразу по уму, уже всё встроено, достаточно просто воткнуть кабель USB Type-C и начинает работать. Камера вращается вверх-вниз примерно на 100 градусов, так что при любом расположении монитора она будет показывать ваш прекрасный лик именно так, как надо. Плюс для ценителей приватности есть аппаратная шторка, то есть можно просто задвинуть сенсор, и никто вас ни в коем случае не увидит. В камеру встроено два микрофона, которые умеют вычитать ваш голос из окружающих шумов и показывать его во всей красе. Этот режим вычитания можно отключить, если вы предпочитаете естественность. Кстати, как показывает практика, милое общение двух повздоривших кошек оживляет любое скучное совещание по зуму. Поэтому подумайте, возможно, вам это самое вычитание совсем и не нужно. Камера совместима с Windows Hello, то есть вы можете так настроить свой компьютер, чтобы он вас узнавал. Это крайне удобно, вы просто включаете компьютер, он там говорит «О, привет! Привет, Сергей!» и тут же можно начинать работать. Не надо вводить пароли, пин-коды, ничего этого не нужно. Приятно, полезно, ну и чувствуешь такое приобщение к прогрессу. А еще, что довольно необычно, в эту камеру встроено два инфракрасных модуля, целых две штуки. Они предназначены для того, чтобы определять присутствие человека. То есть они не пишут постоянно вашу физиономию, ваши действия. Они именно детектируют присутствие. И можно настроить так, что вот только вы встали от компьютера, отошли, тут же экран, хоп, погас. А потом вернулись, и хоп, включился. Это реально удобно. И главное, что работает это не так, что рукой помахал кто-то, и сразу все заработало. Нет, речь идет о детектировании именно присутствия живого человека. И помахивание рукой чьё-то там на расстоянии ни на что не повлияет. А для сотрудников серьезных организаций, которым есть что скрывать от окружающих, от коллег и вообще от всего мира, предусмотрена установка приложения Glens, разработанного компанией Mirametrix. Это просто рай для параноика. Разумеется, для параноика в хорошем смысле. В чем заключается функциональность данной софтины? Оно постоянно следит за тем, смотришь ты в экран или нет. И если ты башку отвернул в сторону, тут же происходит размытие. То есть не видно не только текстов, но и изображения на экране. Видно, что там что-то происходит, но абсолютно бесполезная детальность, крайне низкая. То же самое происходит, когда вы от экрана отходите. Отошел, и там через несколько секунд, как настроишь, картинка размывается. Все полная приватность. Но и этим функциональность не ограничивается. Предположим, вы сидите, набираете важный текст, или редактируете важный график, и какая-то сволочь из соседнего отдела пришла и пырится. А вы этого не видите, у вас на спине-то глаз нет. А у Гленс глаза есть. И как только какая-то сволочь начнет пыриться в ваш экран, она вас об этом предупредит. Экран размоется, и появится характерная иконка. Мол, ахлунг, сзади демоны. И ты оборачиваешься и говоришь, не пырься на меня, демон. Не пырься. И сразу все налаживается. У вас сразу появляется репутация бдительного человека, за которым лучше от греха не подглядывать. Ну, смотрите, на самом деле я не уверен, что это приложение пригодится вам в домашних условиях, хотя и дома всякое бывает. Ну, не надо членам семьи иногда знать, чем вы зарабатываете на жизнь. В общем, если вы хотите полностью защитить свою графическую информацию от лишних глаз, монитор ThinkVision T27HV20 помогает это сделать как на аппаратном, так и на софтовом уровнях. Когда я первый раз достал этот монитор из коробки, я стал его крутить, с разных сторон изучать, и, разумеется, присмотрелся к задней панели, какие там есть порты. Сначала все шло, как обычно, так, DisplayPort, HDMI, DP-OUT, USB Type-C, Ethernet. Ethernet? Что? На мониторе Ethernet? Зачем? Стал курить инструкции и обнаружил совершенно удивительную штуку, удивительную в рамках обсуждения именно монитора. Смотрите, при подключении его к компьютеру все довольно типично. Вы подключаете, там, HDMI или DisplayPort, подключаете кабель USB Type-C, чтобы заработала веб-камера. Ну и, в общем-то, все. То есть, единственное, у вас получается 4 дополнительных порта USB, 2 сзади и 2 с левого бачка, но это, ну, дело житейское. И совсем все по-другому происходит, когда вы подключаете к нему ноутбук. Особенно ноутбук компактный, с ограниченным количеством портов. Порт USB Type-C здесь не обычный, а волшебный. Дело в том, что когда вы подключаете к нему свой тонкий, элегантный, легкий ноутбук, по этому порту сразу на монитор поступает и картинка, и звук. Но и это еще не все. Дело в том, что разъем на мониторе обучен передавать на подключенное устройство до 90 Вт энергии. Таким образом, вам вообще не нужен блок питания. Вы подключили ноутбук к экрану, к монитору, и он сразу же начинает заряжаться. 90 Вт – это очень хороший блок питания, и для многих моделей ноутбуков такое приходится покупать отдельно. То есть, вы не только работаете с полным комфортом, но и заряжаете свой ноутбук максимально быстро. Звук идет на пару встроенных динамиков, мощностью 3 Вт каждый. Пользоваться ими или нет – это дело ваше. Они, знаете, не аудиофильские. Они хорошо отрабатывают только средний диапазон, зато делают это громко. Если вы хотите послушать звук в приличном качестве, слева есть выход на наушники. И вот, что уж прям вот совсем мимимит, над этим разъемом расположен специальный крючок, на который можно вешать гарнитуру или наушники, дабы оно не валялось на столе. И это с точки зрения организации рабочего пространства действительно толково. Обращу ваше внимание, что даже если вы подключаете монитор к настоящему компьютеру, в котором есть настоящая звуковая карта, вот как у меня, то кнопки на мониторе все равно функциональны. И вы можете регулировать громкость звука Windows нажатием на кнопочки с правой стороны монитора. На мой взгляд, это весьма удобно. Так, а интернет-то? Интернет-то зачем интересуется, внимательный зритель? Вот. Когда я говорил, что порт USB здесь волшебный, я не врал, потому что по нему ходит не только картинка, не только звук, не только питание, но и сеть. То есть, если вы работаете в суровой организации, где Wi-Fi не приветствуется, или с ним вечный какой-то геморрой по настройкам, секьюрности и прочим, вы можете завести Ethernet-кабель прямо в монитор ThinkVision. И сеть заработает на вашем ноутбуке. Удобно? На мой взгляд, просто фантастически удобно. И вот уж такую тут функциональность где-нибудь еще пойди да найди. И, как говорится, one more thing. Многие серьезные люди, занимающиеся серьезными делами, покупающие серьезную технику со строгим дизайном, иногда любят поиграть. Это нормально. Этого не надо стесняться. Но дело в том, что эти самые серьезные люди обычно не могут позволить себе водрузить на рабочий стол такой геймерский, петушино-попугайский монитор. Ну, не могут. Пацаны не поймут. Так вот, дамы и господа, отличная новость. ThinkVision T27HV20 неожиданно приятен в играх. Нет, он не геймерский. Он не поддерживает всякие G-Sync и прочее. Но частота обновления экрана у него максимальная 75 Гц. И если вы включите вертикальную синхронизацию в игре, вы получите очень качественную, сочную, красивую и, главное, плавную картинку. Я был просто удивлен, как вот без всех этих геймерских приблуд все может быть гладко и красиво играл. Ну, не часто получал, к сожалению. Но я на этом мониторе в течение недель тестирования я играл и не испытывал сильных переживаний. Знаете, наоборот, было прикольно, потому что из-за ограничения в 75 кадров в секунду видеокарта работала на очень небольшой мощности. Соответственно, она не грелась, не шумела. И я играл в свои любимые игры практически в полной тишине. Это, знаете ли, тоже бывает полезно. Ну и давайте подведем итог. Lenovo ThinkVision T27HV20 должен подъехать на российские прилавки в конце января 2021 года. Да, да, друзья, будет 2021 год. Если курс доллара останется на нынешнем уровне, этот монитор будет стоить 37-38 тысяч рублей. Дорого это или дешево? А давайте вместе посчитаем. Вот я сейчас посмотрел предложение в магазинах и увидел, что приличный монитор с диагональю 27 дюймов с IPS-матрицей с разрешением 2560 на 1440 точек стоит порядка 25-27 тысяч рублей. Просто монитор, он просто показывает. Ну и чуть-чуть чем-то там пиликает, если в нем есть встроенный звук. Приличная веб-камера для монитора с разрешением Full HD и с двумя микрофонами, то есть веб-камера, которая не просто для красоты, а которая реально работает. Так вот, она стоит десяточку. Да-да, десяточку. На самом деле даже бывает и побольше. Плюс в этом мониторе, как мы с вами узнали, есть еще и встроенная док-станция, которая радикально улучшает пользовательские впечатления при подключении к нему ноутбука. То есть это монитор, это веб-камера и док-станция. Вот даже если просто сложить монитор и веб-камеру, уже получается вот те же самые 37 тысяч. А док-станция получается вообще бесплатно. Если бы я был топом Lenovo, то скорее всего поставил бы на этот монитор на ценочку порядка 20-25% по сравнению с аналогичной функциональностью в других моделях. Почему бы я это сделал? Ну, смотрите, для многих этот дизайн, дизайн ThinkVision, ThinkPad, он очень важен. Он вызывает очень приятные эмоции. Он мурашит. Даже меня, человека, который пропускает через себя большое количество техники, это как-то волнует. Мне было очень приятно в течение этих недель видеть перед собой узнаваемые черты ThinkVision и ThinkPad. Плюс функциональность этого монитора, она очень хороша. Она местами просто избыточна для офисного монитора и позволяет использовать его не только для просмотра страниц в Excel, таких вот рутинных вещей, но и если понадобится, для качественного просмотра изображений, для работы с видео и даже, как мы узнали, для игр. То есть этот монитор, он не только вот монитор-монитор, а это действительно качественный продукт, который умеет всё, что может от него в будущем понадобиться. Поэтому мне кажется, что цена 37-38 тысяч, это не дорого, а оптимально за такое дело. Даже немножечко гуманно. А на сегодня это всё. Спасибо, что посмотрели ролик. Надеюсь, вам было не очень скучно, а полезно. Если вам понравилось, заходите на канал почаще. Я снимаю довольно любопытные штуки и делаю это регулярно. Всё, пока, пока.